кинуть камеру в гену а россия что ты делаешь что за стакт 100000 армия на шот просто чтобы лететь еще там нужно в 10 раз больше ну что ж война россии и германии продолжается а у тебя в китае как бы и 50 к стоят алё и шуньзи аннекси учат китайский 50 к их туда они допуяли на чарашка сливается что пока страдает стакан по 500 к ходит уже по 250 в одном полу уже по 125 и в эфиопии с этим стаком надо что-то делать расформировать потому что он тоже по чуть-чуть жрет рекрута пошли чистить лицо кому-нибудь вот у меня перемеща смогу вы не сезонтий закончится и можно вообще вонючки я хотел спокойности по-человечески пойти набить лицо моголу веду такую же через персию армию тут раз проход войск отлетает я по-человечески хотел как бы так же сделать понимаешь и вступил войну я сказал если будет ну кто-то в германии я вступлю сдержал нужно было сразу оставить их один на один и все пока я готов потеряли я ничего не потерял до наемники фу были просто мне их вообще не было у меня уже ты потом только нанял так ну-ка сколько трофеев монеток а так я притягивал в адренском никто не хочет россию посубсидировать франции немного сейчас буду субсидировать агрессора ну вот ты агрессор а тайла а тайла мы на 108 монет договорились да окей кидай субсидии тортик лови 50000 самая большая суба когда-либо переданная кем-либо кому-либо это за что я не хотел без ирландии такой ирландии подожди ирландии это пятьдесят тысяч типа одна ирландия но он тебе продал шотландию и англию за 50 нет смотри если все вместе то 100000 если без ирландии то 50 давай 60 типа ирландия на маленькая британия там она большая 60 тысяч еще десятка сверху тортик пользуется тем что он уже отправил 50 тысяч это так утомительно тыкать кнопочки сейчас чтоб я 50 тысяч кому-то в руки отдал такой давай 60 лёха ты торгаш просто то обидно получил до руки 50 тысяч и направляем главы а сын да я тендер я буду третий в оденский и это усилие как бы поток это так работает первому ряду скучу наши туши меня кто-нибудь слышит я же пришел воевать за тебя верни хотя бы одну провинцию когда победишь россии я сейчас вот так вот сделали я еще переставила своих торговцев создал линию трейда и тебе сказать насколько увеличился расколе теперь все так на 50 монет намного ништяк кушали спасибо все и ты проиграл спасибо тебе какого хрена происходит это дичь в виде отступления армии на соседнюю пробку отберешь и наберешь займа и нанимаешь фул наемников хотя наемников больше чем шок я так делал уже три раза а хз как этого не проебать можно но это не критично это россии так-то чапитер заберу так уж и быть ки и потом уже на ставхид хватает смотрите смотрите ставхид я выиграл войну у нас таких хватает да а смотрите сады стопудово понимал что на 11 войну не вытянуты поэтому сильно пронаги найти замену они на один я бы помогал я не стану стоишь не верну чтобы я еще раз и даже не воевала но я знаю защищать теперь буду от россии злобно ну хоть так я посмотрел еще одну сейчас заканчивается и ты на византию я на могла вот это было бы тоже на могола напал конечно пыль а можно вообще 2 охвами и одни я хочу не сейчас я забыл про них я них я не хочу 200 экстеншена всего больше ну быстро вы разобрались германии россия поздравляю германию с победой такой он мне будет плохо очень просто ровно почему потому что россия обидится россия обидится придет перс придет франция идут нидерланды а ты мог дружить с францией да я готов пересмотреть наши границы это как ну это нужно думать серьезно тентакли мне допустим не нравится вот эти не мороков не предлагает а дима просто той войны по тебя пил а сейчас хочет мир не но в принципе если эфиопия отдаст виталию нет и это саня пойдем один в общем да я конечно не спорю что тяжелая война была бы много неоднозначная даже с азексом но дмитрий сделал очень кучу ошибок я вообще не створил я не могу так тоже делать я все понимаю что я могу пехоту по 40 ну чё ставьте третью скорость войны нет слышу этот я понял что хотел а если я с цейлона еще буду в гуа переправлять а не выгодно и видишь то что гуа они они полностью под контролем у нас вот если бы у меня было два торговца то тогда да а так не пошел тортик обороны на коровале на мою такой прям жесткий вент минус 150 монет прям не знаю как переживу вам нету события было что у тебя случилось свобода равенство и братство и чё типа европейские тенденции видео типа у франции такая идея есть и так революция относится я могу завонить конголевскую канаду неплохо а с азекс я так понимаю рассчитывал на победу россии да у меня у тимота ну если бы там был советского он бы не водил стаки по 250 когда умерла под занят вопрос пошли в европу выйдем могу ты это будешь парсюр нет я не могу это сделать я не против получить так что если он капитуры ну если понадобится это у меня двести пол можно пожалуйста первую скорость да давайте я хочу нормально по его с тобой ублюдки я пол лимита сюда привела только нормально повоевать по голову это как но это я могу тебе советую им не давать и не тоже видишь тут пол лимита давай но мне уже не поможет делай сделай стак 40 040 разделе я знала лол чё за бред создал шаблон фрегатов заказал их они все в одной пробке делится количество проф тоже надо в шаблоне выставлять о господи если чем войну с персией меня можно призывать ну сейчас с другой стороны просто и забил меня меня защита крепости было же не тут 20 о мало это твой шанс повоевать спасти дружеской могу пол поздно то есть делаешь 40 на 40 делишь пополам и тарка это края ты если там византию хотел защищать что в каком смысле против кого да мы практически в одной войне что в чем приколы хочу напасть на могола там типа вражеские союзники персия защитник вера ты нападаешь на них ступится потому что у нее туда на войне потому что я воюю еще как кто на византию посмел напасть крипер защищает версия дэвис говорю надо было меня призывать крипер там войны нет а нет а то есть отдельной войной я не призвался а я сужу учить это время ну получу два раза реваншизм защитники византии так реваншизм раздают я втуплюсь вообще мне кажется византия сейчас персии наваляет кстати это я ничего не говорить пока что-то не спешит может уже валять но пока не спешит окраски на туда валять очень просто идти и бить в горах даже если на уреде силами в два раза меньше ты наваляешь вот был внутри скажем на боевой дух мой так пока ты идешь он поднимается пока ты стоишь он захватывает крепость и уже никуда не надо идти никого не надо бить ну ты чё жаб ты вообще видишь вот я сейчас пойду нападу на него дальше чё потом еще раз и еще раз что такое теория ущерба сейчас ты без ущерба отдаешь ему все его никакого ущерба он только сильнее становится ты что теряешь ты и так потеряешь территории поэтому когда терять нечего знаешь как родины зверя германия стоит германия чё ты стоишь германия уже высказал свою позицию она возьмет свой реваншизм и все германия между прочим можно же сейчас получить перемирие с персией на всякий случай что потом не получить ее в спинах а я получу перемирие с персией кто тебе призовет вот это вот как а точно придется я значит вступаю в войну так он уже призвался ну да вот это вот смотрите в данном случае это будет совсем не ты придешь персию раскатаешь на раз-двое нормально а кто говорил типа персия там пойдет против германии персик с ним бумага вот смотри я знаю что ты проиграешь но ты будешь сражаться высокогоре в других местах тебе будет только хуже ну просто в других местах я уже найму себе армию так это нанимаю сейчас пока потери нормальные сражайся персикл Anthony канал давай тут а все-таки желательно водитель на канал это попозже часа россия до пищевую гличку ой и я если я есть он сейчас возьму мне не взял хорошо сейчас будем смотреть лицезреть это побольше еще и б.д. у нее больше там генерал сейчас еще идет откуда не столько и потерю мишки какие не знаете что нет диктов так все вроде врублено а реформаторство на войну там 20 огневой мощи 10 вот это вот вот да ну короче это было абсолютно бесполезно могол терял по 300 я терял по 3000 это было так это было так потому что ты неправильно вступил в битву у тебя в битву должны идти пушки на весь задний ряд у нее у тебя не пришли в билой первыми ты получила по щам и в том числе по боже на весь задний ряд у меня в принципе их нет палок в общем делаешь пока что хотя бы двадцать крепости восьмого уровня и их нужно сождать максимально число пушек пушками и максимальными мне из пятиуровневая генерал на осаду вот и выставь на меня к сожалению а еще так как у персов войск больше чем тебе тебе нужно как-то как бы не перри царин тещала я на византии очень в данном случае в любом случае внутри каким перевиражить не выйдешь из войны филиппов один раз меня переворажив не оставишь меня мысли что за фигня мне падает ивент на 10 диск и на 5 лет прижима падает сейчас мне он кстати тоже в том что перемирие было все же по европейски европа за 55 дисциплин при полной милитаризации мой боже по дерьмо этот комплей возможно я знаю в чем дело а правильно я под седьмой тех не дал ладно и так как коршун атакуешь 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 с двух сторон вы воюете с персом это перс саживает его стороны раздает ну у фалла я тебе сейчас крое только лишь потому что счет интересно если кинуть моголом союз можно завалить персию даже раз два вне сети пропоказ будут туда а там злая германия никого не пустит ну вообще-то про пропуск ничего не говорилось я там пропуск так германия он войне он не может его не дать пять тысяч и все еще да кстати давай малаю для парковка мрут возле моего белье и фил кто все равно сидишь ничего не делает что ж да вступай в войну да я чё ты его призываешь с тобой воевать мысли со мной против персии но в смысле эфиоп может воевать с тобой зачем воевать с персии если они деле торговые интересы вместе и в принципе неплохо выживаются ну просто персии его в прошлой войне побила все реваншизм все дела так они же блин полчаса договаривались и договорились кстати а почему персия двумя войнами воюет если византии с моголами в союзе потому что это уже было после научился надо было раньше это сделать на могу хорошо пока конечно могу ну хорошо персия ушла тебе персии он стоит только вы меня смысле около тебя у меня тут восемьдесят пять 20 так у нее 500 тысяч еще 40 еще 30 ночи без больше неужели эти тупые каперу плыли зла их не могут а я буду полтора часа ведь посмотри на него не могла у тебя чего доход сразу стал какой быть как человек живу до франции обогнала всех по доходу друзья срочно катера в гены так дождите не нападайте я катера все в гены франция жиреет пока днище туземцы малайские голодают и ацтекские индейцы все высосаны уже сай ты видишь 50 тысяч у меня на границе зачем ты делишься почему ты не перебросишь армию еще ну ты мне кажется не успеешь закончится войну такими темпами и так если вы поставите вторую скорость то мы быстрее придем 50 тайла сможет на второй скорости воевать ну а византия самоголами кстати византии с остров да ладно византия смогу лоби которые воют на один фронт я не смогу но они же ну вы видите какое вот фал сможет он он просто прибедняется там крайперс посоветовать будет если шо но византии византии тем более сможет не банантик хорошо вы не оберевно много контроля ну ведь я посмотри на 16 стоимость развития это какой плане 4 это еще с коробкой сейчас коррупция понизится и будет еще ниже до леда под мадридом посмотри 4 даешь военку в развитии миллион рекрутов скажем нет дорогущим наемником их труд не нужен чисто рекрут да я вот думаю вообще что тут делаю надо качать профки да и все и жить счастливо надо переезжать на крик хочу хочу там у них так что можно прокачать одну провинтовить а зайди еще раз ко мне до бесконечности но только настанет момент когда ты не сможешь качать потому что количество очков которые нужно вложить будет превышать количество очков которые не может содержать так зашел доход ты посмотри еще раз был на торговлю вот она вы говорите я прикинул так куда к первых отправлять говорю стабильно так а колеба плюс 47 гена плюс 110 водоросевиден у меня в мае закончится твой примере я зачем перси на меня напал я смотрел стримчик спокойно у меня с 30 монет до 300 поднялся доход я могу вам подсказать путь к спокойному перемирию но он вам не понравится какой же капитуляция но то его и не заслужил я тогда вообще могу сразу просто взять сейчас капитулировать персии объявить войну россии капитулировать объявить войну германии капитулировать франции капитулировать эфиопии капитулировать ты поражаешь достоинства великого бота который тащил вот именно поэтому я буду воевать пойду воды себя налью ведь посмотри когда там восстанут марокканцы как бы я вам так скажу что революция будет в армении у тебя марокканцы собираются восстать так не у меня посмотрите пожалуйста тридцать шесть тысяч девяносто процентов снижая содержание армии они сразу восстанут там есть пробки в которых никто не стоит они ждут пока ты слазишь содержание армии они заглядывают и спрашивают вам платят платят хорошо пока не восстаю вам платят только услышать что не платят все пошли поставить зайти это у него меньше вы сейчас чем меня по моему можешь проводить эти книги а погоди сейчас я ничего не дели франция хочешь корочку с перцем нет не хочу я зайду серьезно он и тебе раздает хотя учитывая боевой дух а чё бы не выйду сейчас скажу 9 и 7 совокупный доход моголов и византии в полтора раза меньше чем доход перси круто подумай 767 а ведь а теперь смотри толку на торгов на торговый включу 827 и отключу вычитал боевой стад без генерала убегает висит туда давайте вырубайте вторую скорость все все нормально критично можно не подыгрываем хмур пал палаты не успевают что-либо что так то я боюсь бывают я вообще на византийский фронт был забил когда собаки пошла и он мог напасть спокойно ну блин чё так крепости быстро падают но не пойму одни ложки уже воздалишь нет где 10 лет осад их не будет поэтому надо самого начала бить и бить и бить и бить и бить и бенус ну там было всего лишь 20 ушек почему крепость сдалась на 28 процентах чего-чего такой я не успел объяснить чего не могла узнавести процент я бы поддерживать его я смотрю как вы в эти кренцы то ли дело хойко нормальные граница что да я слышал вас там классную как-то получается что перегревают на и типа и так во время вид я я и так во время драк лагаю просто потому что не интернет достаточно быстрыми постоянно не успеваю армии переставить поставить ничего не такое происходит а сейчас на второй скорости еще в такой важной войне ну совсем фигово ты тащишь лолки ага тащу на дно почула слаги одинаковый не круто мы не переигрываем партию а мы ту партию доиграли а долг и дочидаю за неделю нормально выиграли бы неделю но такой-ка она такая но там три неделя была партия так что нормально все отлично поводит а не двигается стелларис это хорошая игра новый к динамичный по 12000 отлетает от ступи алпа 8 ручки это просто я не знаю откуда там вот сейчас у меня еще пришли пошли назад они поняли безысходность ну да они не шутнулись византия с идеей победа на долг моя пехота в салоне византию бьет пусть я не успел 2 они умирают от освещения о нормально пошло пошло не нормально идет более-менее по потерям ща пушки доведу чем занятия беги у тебя пушки в первом ряду не а ну если хотите первую скорость я не хочу я хочу поправить там можно скоро поставить у нас аж две воюющие стороны хотят первую скорость я и еще один парень из анти печальная история но я как вы можете вступиться и побить перца чтобы такого не было но как бы не тоже не хочет ходить играть на первой скорости давайте я почему я просто хочу не слиться просто дайте чтобы до конца партии меня уже не осталось хочу немножко полуешь подграться поэтому первой скорости принципе можно еще не умереть дедушка пол ты там еще жив кости не болят не ловят да дедушка витя сейчас я проигрываю действительно я говорю мне нужно первая скорость чтобы проигрывать и так быстро вот надо поэтому играть ставались вот я всегда говорю вот я согласен но мне в ставарисе так достаточно дико было на быстром так паузу хотел взять то вроде что-то получилось откуда у персии такой боевой дух у него идейте хорошие эти модели но у меня тоже идейте хорошими обронительные качественные наступал сильные я из нормальных сухопных идеях это бд армии ну ладно уран от натиска минус 20 ну он смешает если бы сейчас старая скорость очень не вижу что происходит вам не отваливается армия даже не вижу и и тех у меня 27 у персии 26 какого черта и внутренние политики у меня все в рубли на которые только может есть только еще восстановление боевого духа армии плюс 10 процентов но это не нужно ну я бы объяснил тебе почему это так но ты скоро и сам это поймешь сорок пятом году я ничего сам не пойму есть еще такие понятия как ивенты вот когда ивент выскакивает длительность действия и на такие ивенты стараются страны объявлять войны потому что ими надо воспользоваться по полной ивенты вот это вот так вы если хотите первую скорость то вы же настаиваете и не меня вот вы знаете куда застаивать что мне не нужна первая скорость чтобы сливаться ну не знаю если раскройся не так быстро будут сливаться ей победа боже мой скачал камоплеер у меня тех изображений в нем не идет господи а какой формат ты пытаешься им смотреть а сейчас скажу могу у тебя там как а у меня все очень плохо ах ты как убежать россия объявляй войну мкв а забейте ребят я не могу убежать нет что потому что у меня просто не успел среагировать компьютер то есть битвы быть не должно дело дело не фью-то и вся проблема у меня как бы знаешь видение связывается оно воспроизводится потом раз какой-то момент мне изображение просто зависает и без вынули тут только звукова он очень тяжелый может твой плеер вообще не подходит для этого а мкв он же что очень тяжелый может твой плеер вообще не подходит для этого новый lc плеер вылетает когда игру например разворачиваю а коллайт там же есть player их классик тоже вроде нормально ведет себя но его и не пробовал народ поставьте первую скорость потому что фала фишка не в том что он не микро а в том что компьютер с задержкой ла ги ла гуня у меня кстати на ноте такой же я ла юришь а у кого там проблемы с видео ты кодеки поставил но фала есть отягчающие обстоятельства но мне воспроизводится идет нормально потом определенный момент на вопрос раз типа изображение зависла только дальше звук идет да да вот такая фигня у меня все стоит у меня это проблема еще гулять или еще в чем-то это я думаю проблема в винде потому что это свинтой к это гальмазья пришла и вы поставил у меня началось сначала в lc начал вылетать камни плей вот так вот не работает винда десятка нету смех давай десятки аж можно тысячи восемьсот двадцатого челлендж послушать обдруга франция особенная страна ладно ошибся сто тридцать семь тысяч ой че сделал успею да пушки первого ряда я чувствую это да ладно не поставить генерала но все фал бана с чего-то мне генерал стоит я бананчик уговорю все нормально он пришел что он стоял засушливых землю так поставить туда надо генерала было чтоб в самом начале он с генералом ну я все шансы ложить обе сапогата важно мой 50 кастой ну я больше потери на машину ты прав надо было генерал служа и сразу и виллу так как сказал или не сразу нет у меня и от касты или анти я она и и направляясь ведущихся да у тебя там и без пятидесятика вот что я спастливаюсь и такими коршунскими налетами ты хоть что-то сделаешь будем союзники будут полегче конечно если вы прям тут вот мне просто не успевают армии подстроиться и подводиться да хорошо друзья продолжение посмотрим уже в следующей серии так что не серчайте